История Гайвера История Гайвера История Гайвера История Гайвера Валькирия ведет бой с Гризельдой и отрубает ей косы. Валькирия уверена в победе, ведь косы — это единственное средство защиты и нападения Гризельды. Гио поджигает особняк выстрелами Квадриги и вынуждает находящуюся в нем компанию выбраться на крышу. Оставшиеся в живых Либертусы цепляются за Квадригу, Валькирию и Зоаноидов, после чего Гризельда отдает приказ о самоуничтожении. Валькирия чувствует, что достигнут временной предел. Искусственное контрольное устройство начинает барахлить. Зрение становится расплывчатым. Она хочет быстрее закончить бой, но Гризельде удается произвести удар по контрольному устройству. Валькирия падает и выходит из строя. Гио уже на крыше. Тетсуру, Митсуки и Нацуки пытаются сбежать, но Гио выстреливает по ним и отправляет Нацуки в полет за пределы территории особняка. Гио приближается к Тетсуру и Митсуки. И перед ним неожиданно объявляется Аполион. Он отшвыривает Гио на землю и объявляет о том, что пришел забрать детей с Игава. Аполион обнаруживает Аптома, который прятался. И атакует его. Аптом отвлекается на атаку и обнаруживает, что Аполион уже открыл портал и исчезает вместе с захваченными Тетсуру и Митсуки. Шин обдумывает происшествие в Токио. Битва гигантиков с неизвестным исходом. Разрушение в порту Синагава. Пожар в заброшенном особняке. Бойцам Кроноса удается заполучить и передать Шину удивительное изображение, на котором запечатлены Рихард Гио, который считался погибшим, и Валькирия, укравшая искусственный блок биоброни. Также становится ясным, что группа Гайвера-1 укрывалась в этом особняке. Позже компания обсуждает случившееся в доме Ассо, находящемся в районе Аракава. Нацуки рассказывает, как от падения с крыши ее спас Аптом. Аптом же рассказывает о своих ощущениях после встречи с Аполионом. Ранее он встречался лишь с одним зоолордом, который был сильнее, намекая на Алконфеля. Все понимают, что мало толку в поисках, которые Шо и Аптом осуществляют по ночам, так как они ничего не знают об Аполионе и места, куда он забрал Митсуки и Тетсуру. Тетсуру и Митсуки обнаруживают себя в неизвестном месте. Древний каменный пол и потолок, большие колонны с горящими факелами. Дети Сигава начинают осматриваться и идут по храму. На стенах изображены корабли создателей, зооноиды и динозавры с неизвестным божеством, изображенным по центру. Выходя из храма, они понимают, что находится на острове. Это остров Силха, место, где находится Алконфель. В штате Колорадо Гризельда восстанавливается после бойни у особняка Адагири. Доктор Хакеринг думает, что Гризельде осталось совсем немного и ее жизненный цикл подходит к концу. Через некоторое время Гризельда приходит на кладбище, где около надгробий Хаями, Йохи Анумы и других товарищей стоит Агита. Тут мы узнаем, что после боя с Гайвером-1 Агита и Шо заключили перемирие и что Агита винит себя в парапаже детей Сигава. В Столбах Небес доктор Балкус получает доклад от Шина, который рассказывает, что Гио жив и работает сообща с женщиной Гайвером. Эта информация повергает Балкуса в шок. Рассуждая об этом, Балкус делает вывод, что два предателя Джарвилл и Крумегник оказывают помощь бывшему Зоолорду. Также Шин делает заключение о том, что появление Аполлеона, Красного Гиганта и Пробуждение Алконфеля связаны. Он говорит, что это знамение перед Великим Бедствием, которое скоро произойдет. В Токио, в штаб-квартиру, где в данный момент находится Шин, незаметным образом проникает таинственное существо, называющее себя во множественном числе. Этим существом оказывается Гайвер-1 и Аптом. Эта форма называется Гайвер-Аптион. Их цель – узнать, что Шин знает об Аполлеоне. На острове Силха в течение семи дней Тетсоро и Митсуки бродят по острову, натыкаясь на различных животных и существ, которые давно вымерли, а также разнообразных мифических созданий, в существование которых сложно поверить. Когда они собрались возвратиться к храму, на них нападает два соблезубых тигра. Казалось бы, что их судьба решена, но их спасает неизвестный Зоаноид, который давно шпионил и защищал их от напастей острова по приказу Аполлеона, который незамедлительно появляется и переносит их обратно к храму, где их ждет гостевой домик, который не вписывается в реалии острова. Зайдя в дом, они понимают, что они тут не одни. Здесь находится Алконфель, который спит на кровати. В доме Асошо рассказывают, что их разговор с Шином дал свои плоды и они заключили перемирие на данный момент с целью разобраться с Гио и Аполлеоном. Шин поведал ему, что они мало знают, кто такой Аполлеон и зачем он делает то, что делает. Но он приоткрыл завесу тайной личности женщины Гайвера. Ее настоящее имя Валькирия Лискер. Она является сводной сестрой Освальда Лискера, убитого ранее Гайвера 2. Шин говорит, что контрольная медаль Валькирии нестабильна и может разрушиться в любой момент. В то же время на заброшенном заводе в пригороде Токио Валькирия очень плохо чувствует себя. Становится понятно, что каждый призыв брони колоссально сокращает срок ее жизни. Через некоторое время Шин прибывает в Столбы Небес для прохождения лечения, так как после двух использований своего барьера его кристалл и форма Зоолорда подверглись большому истощению. Позже Шин встречается с Балкусом, и Доктор рассказывает, что у Кроноса остались корни Вафердоноса после боя с Агита на базе в Аризоне. Шин и Балку сходятся во мнении, что перемирие с Гайвером 1 – это необходимая мера, но Доктор говорит, что перемирие продлится недолго. В Токио Шо и Аптом разработали план по поимке Аполеона. Дождавшись возвращения Шина, они рассчитывают на то, что Аполеон придет за ним и его Зоо кристаллом. Шо замечает пространственные искажения в 45 километрах в одном из пригородов Токио. Именно туда телепортируется Аполеон, но не к Шину, как все думали, а на заброшенный завод Гио. Псевдозоолорд пытается сбежать, натравливая своих зооноидов на Аполеона, но тот с легкостью уничтожает всех уносов Гио и преграждает ему путь. После небольшого разговора Аполеон говорит, что Гио ему зачем-то нужен. Тут же на место событий прибывает Гайвер Аптелон. Не раскрывая свои настоящие личности, Аполеон не может определить, кто перед ним. Гио пользуется этим моментом и преобразует оставшихся уносов в Квадригу и избегает в чащу леса. Аптелон и Аполеон направляются за ним. Гио использует свои пушки, стреляя по преследователям. Загорается лес, и Гио надеется укрыться в дымовой завесе. Аполеон и Аптелон поднимаются в небо. И Аполеон применяет свою атаку, похожую на атаку Имакарума, и отрывает Гио ноги, следом повторяя ту же атаку. Гио избегает прямого попадения. Уносы восстанавливаются, и Гио снова отправляется в бегство. Шо понимает, что Аполеон намеренно не попал по Гио. Его целью было отсечь пламя от дальнейшего распространения к черте города. Шо и Аптелон используют силу биофризера для тушения пожара. Но так как площадь горения очень огромная, Аптелон израсходует все силы и отделяется от Гайвера-1. Это замечает Аполеон. Сам же темный всадник направляется за Гио, который уже в городе. Вслед за ними ведет погоню Ишо. Аптелон остается в лесу. Его обнаруживает Валькирия, которая отправилась искать Гио. Она видит, что повсюду замороженные деревья и догадывается, что именно Аптелон спас ее в аэропорту от энзаймов и оставляет его в живых. Аполеон готовится остановить Гио плазменным зарядом, но выстрел берет на себя Шо, который превратился в гигантика. Аполеон говорит, что не собирается убивать Гио до тех пор, пока тот не расскажет о местонахождении покровителей бывшего Золорда. Шо и Аполеон объединяются и загоняют Гио на стройку, из которой Гио некуда бежать. Гио принимает решение атаковать Аполеона. Тот же в ответ уничтожает тело Квадриги. Тлеющее тело не внушает правдивость погибели Гио, и это действительно так. Гио создал из клеток уносов муляж, а сам сбегает через канализацию. Шо фиксирует, что несущие балки в строящемся доме перерезаны, и он вот-вот рухнет. Наблиз стоящие жилые дома. Шо ничего не остается, как применить силу красного гиганта, с помощью которой он сжимает весь каркас здания до формы шара. Все люди, которые находились на улице, видят красного гиганта воочию. Валькирия издалека шокирована такой силой Гайвера-1. Аполеон, чтобы не привлекать внимание, пытается скрыться, но сверхгигант хватает его рукой и задает вопрос о местоположении Тетсуро и Митсуки. Аполеон отвечает, что дети Сигава в безопасности, и для них уготована важная роль в грядущих событиях. Темный всадник отрубает гигантику руку и исчезает вместе с ней из виду. На острове Силха дети Сигава находятся уже около двух недель, не зная, что перед ними величайший зоолорд. Они называют его Ал. Сам же Алконфиль за это время не промолвил ни слова. На остров возвращается Аполеон вместе с отрубленной рукой красного гиганта. Тетсуро и Митсуки рады, что Шо их ищет, но все же, пока их жизни ничего не угрожает. На секретной базе Крумегника сам Крумегник и Джарвилл получают доклад о том, что Гио был атакован Аполеоном и Аптионом. Крумегник делает вывод, что Аполеон пытался через Гио узнать о их местоположении. Крумегник заявляет, что нужно срочно уходить с этой базы, так как находиться здесь уже небезопасно. В этот момент базу атакует отряд Либертусов под предводительством Гайвера-3 и Гризельды. С целью исключения бегства двух зоолордов, Либертусы первонаперво уничтожает транспортировочный самолет, затем Гайвера-3 стреляет из мега-сокрушителя по базе, уничтожая ее, с целью выкурить из нее Крумегника и Джарвилла. Что у него в конечном итоге и выходит. Зоолорды, долго не думая, трансформируются в боевую форму гигантского исполина. Оказывается, эта форма совместная, и становится ясно, почему все это время два предателя держались вместе. Гайвер-3 трансформируется в темного сверхгиганта, попутно объясняя, как это вышло. В ту ночь, когда произошла битва между ним и Гайвером-1, Красный гигант передал массивный пласт информации о создании подобного оружия, и в придачу Агита говорит, что ему передались еще кое-какие данные, смысл которых еще не ясен. Темный исполин атакует гиганта бомбами со сверхсжатым воздухом, причиняя темному гиганту уйму неудобств. Вдобавок, Агита не может определить молекулярный состав данного зоолорда, так как по плотности клеток он находится на другом уровне. Тут же над исполином образуется гигантский сгусток облаков, превращающийся в вихрь. Агита в недоумении, что ему делать в данной ситуации. Тем временем исполин готовит атаку. Перед темным гигантом образуется колоссальный смерч, появившийся из ниоткуда. Следом образуются еще три, и все они окружают Агита. Исполин уверен в своей непобедимости. Агита защищает от вихрей, отряд либертусов и Гризельду, говоря Шизу, что она должна сдерживать барьер в течение 20 секунд, и что у него есть план. Темный гигант отправляет их подальше от места событий. Четыре вихря преобразуются в один огромный смерч, который доселе не видела земля, и поглощает темного гиганта. Крумегник и Джарвилл уверены в победе. Но резко смерч начинает исчезать. И резко со спины исполина появляется Агита. Он пробивает насквозь исполина и держит в руке сердцевину, в которой находится Крумегник. И на этом все на данный момент. Манго находится в отпуске, который продолжается около двух лет. Будет ли история закончена, пока не ясно, но надеемся на лучшее, так как манго уже вошла в финальную стадию. Держим кулаки и ждем продолжения. Понравился видос, ставь лайк и подписывайся на канал. Жми колокольчик, также не забывай, от вас зависит дальнейшее освещение вселенной Гайвера. Всем и вся, пока!